Всем доброе утро! Мы продолжаем цикл наших передач о умных вещах, о том, как их взламывают, соответственно, что с этим совсем делать. Со мной, Дима Ильин, мы продолжаем раскрывать вопросы, возможно, кому-то более полезные, кому-то менее полезные. И вот сегодня мы поговорим о том, что должно делать государство. Государство здесь несторонний участник и непосредственно должно, наравне с производителем, участвовать в решении вопроса, связанных с безопасностью. У меня вопрос такой, что, во-первых, делают производители и что делает государство? Производители более основательно подходят к этому вопросу, нежели государство, потому что, если вдруг что-то случится, к примеру, с пользователем машины, с водителем автомобиля в процессе в эксплуатации, к кому они обратятся претензиями, естественно, к производителю. И, в первую очередь, производителю надо как-то себя обезопасить. Если раньше речь шла о том, что какие-то, допустим, коврики подползают под педали, педаль блокируют, и в этом случае производителю пришлось выплачивать огромные компенсации, отзывать партии автомобиля. И в связи с тем, что автомобили становятся более продвинутые, проблема безопасности пассажиров, естественно, проблема претензий к производителям, она, как бы, тоже остается, если не возрастает. И поэтому производители всегда дают какие-то рекомендации, к пользователям. Вопрос в том, выполняют, пользуются ли их или нет. Ну, например, какие рекомендации могут дать? Холодильник. Купил умный холодильник, который мне температуру показывает, еще что-то. Ну, все-таки, с электронной точки зрения, какого рода рекомендации могут быть? По доступу. Самая главная рекомендация, как сейчас дают все производители, это обслуживать их, если возникают какие-то проблемы. Производить какой-то ремонт только у аккредитованных специалистов в сердечных центрах, чтобы производитель мог, опять же, контролировать, чтобы потом не было каких-то вмешательств посторонних. Большая часть оборудования, она имеет удаленное управление. Да. Там есть стандартные пароли доступа, которые, в общем-то, пользователи не меняют. Да. Стандартные рекомендации поменять админ-админ на что-то другое. Пользователи выполняют далеко не всегда. Естественно, в связи с этим возникает множество проблем. Самое простое, даже когда сидим у себя в квартире, и у нас в доме куча Wi-Fi сетей, и к половине из них пароль так и остается админ-админ, к умным домам все то же самое. Да. Вдруг кто-то шторы откроет, когда ты там, в общем-то, в неприглядном виде. Да. Есть такая опасность. Что, опять же, касается государств, здесь вопрос в таком очень зачаточном состоянии. Проблема появляется, но она пока не до такой степени актуальна, как могло показаться, наверное, на первый взгляд. Да. Государство, в целом, да, начинает заниматься какой-то проблемой, когда она становится остро. Пока гром не грянет, может не перекреститься. Да, да, да. Вот если авиакатастроф происходит, много, надо с этим что-то делать. Точно так же и здесь. В определенный момент, да, когда сбой и вообще проблем с безопасностью много, да, тогда и государство к этому делу подключится. Что сейчас реально существует в области регулирования? Производители различных систем… Разобщенность небольшая в плане производителя. Они же работают в пределах своих групп компаний. Вот, например, Tesla Motors, да, они спонсируются Mercedes'ом и Toyota. Это некая общая единая корпорация. Та же самая группа Volkswagen, в которую входит очень много брендов. Очень много брендов входит. В рамках себя они создают внутренние свои собственные системы сертификации, правила разработки, в том числе и программного обеспечения. Проверки. У них есть проверки, да. И, соответственно, в рамках этих групп они этими вопросами занимаются. Государство пока в одном вопросе стоит. Пока не особо участвует. Пока не особо участвует. Если мы берем такие объекты, как электростанции, в них действительно существует государственный надзор и контроль. Причем довольно мощный, не всегда он оказывается эффективный, но, тем не менее, он присутствует, потому что это все-таки первоочередные вещи, задачи. Вообще задача государства – обеспечивать безопасность граждан, поэтому этими вопросами занимаются. Если мы говорим про какие-то микроволновки, то вопрос не актуален. Здесь пока работают какие-то мошеннические схемы и не более того. Вот Чернышевский воскрес и спрашивает нас, что нам делать с этим системой? Естественно, нам нужно разрабатывать какие-то стандарты собственные, вносить какое-то изменение в законодательство. Первое, что напрашивается на ум – правила программирования. Есть ПАДСС для платежных систем, стандартизация, может быть, ее здесь какой-то аналог можно было бы сделать для промышленных систем. Стандарты нужны. К примеру, если мы говорим о оптимизации кода. Недавно был такой случай, что в одной из известных марок автомобильных из-за неоптимизированного, некорректно написанного кода, который управлял машиной, он перегружался. И в итоге он просто отказал, перегрелся, можно сказать. И водитель поселял контроль над машиной и попал в аварию. Доказали, что виноват производитель. И с проводителем были произведены взыскания. Да-да-да. Какие-то разъяснительные беседы. Приходим к тому, что государство в данном случае пока находится в стороне. Производители работают в тех рамках, в которых они работают сейчас. И ни с кем не хотят делиться. Наверное, все-таки нужно экспертному сообществу внутри себя создавать какие-то экспертные группы, какие-то коллективы, специалистов, которые будут заниматься этими вопросами. Которые, по сути, будут заниматься аудитом. Может быть, на исследованием, выдача какое-то заключение на конкретное оборудование, может быть, на конкретную инсталляцию. Но об этом, наверное, уже в следующий раз. Этот выпуск мы заканчиваем. Спасибо всем большое. В следующий раз мы продолжим непосредственно говорить про исследования в области защиты вещей. Продолжение следует.